Полезные программы Gmod Publishing Utility Образование, извлечение и публикация GMA аддонов в мастерской Steam Доброе время суток, друзья! Без лишней воды перейдем к обзору программы Прежде чем ее запустить, убедитесь в двух вещах У вас установлена Java Без нее приложение не запустить И проверьте, включен ли ваш Steam Если да, смело запускайте лаунчер Во время первого включения программа попросит вас указать путь к папке BIN Быстрее всего будет вручную зайти в нужную папку, скопировать путь и вставить его в обе строки Окей! Появилось новое большое окно Не опугайтесь! Все очень просто Сверху у нас имеется 4 шаблона Выбирая каждый из них, те или иные настройки будут недоступны Первый шаблон – Create Он предназначается для публикации уже готового GMA аддона Create GMA Здесь все понятно Третий шаблон – Update Если вы уже публиковали свои аддоны в мастерской, то можно будет выбрать один из них и загрузить еще раз уже обновленный GMA файл И, наконец, четвертый шаблон – Extract Можно выбрать уже существующий свой или чужой аддон и извлечь из него файлы как из обычного архива А теперь обо всем по порядку Допустим, у нас имеется BSP-карта, которую мы хотим опубликовать в мастерской Steam Для начала нам необходимо собрать весь контент в один GMA-архив Делается это очень просто Нужно указать путь к папке будущего аддона Обратите внимание не к папке Maps и не к самой BSP А именно к папке, внутри которой будут находиться такие каталоги, как Maps, Materials, Sound и так далее Готово! Теперь необходимо придумать название для аддона А ниже указать, к какому типу контента он относится Также стоит выбрать два тега, с помощью которых другие люди смогут найти ваш проект Строка GMA Output Просто укажите, куда сохранить GMA-архив Его расположение не имеет весомого значения Когда все сделано, останется лишь поставить операцию в очередь и запустить процесс Готово! Файл создан! Переходим к следующему этапу работы Удалим из очереди выполненную операцию и выбираем шаблон Create Вот здесь нужно указать расположение GMA-архива, который вы будете публиковать Ниже следует указать, какое изображение будет использоваться для витрины По избежанию ошибок желательно использовать формат файла JPEG Размер полотна должен быть равен 512 пикселям Все, осталось поставить операцию на очередь и запустить процесс Если вот тут нет надписи ERROR, значит все хорошо Нужно лишь проверить свою мастерскую, подписаться на аддон и не забыть выставить нужные права доступа Чтобы другие люди могли видеть вашу карту Заходим в игру! Аддон установлен, все работает как часы Теперь пару слов о том, как обновить свой аддон Для начала следует перезапустить программу, после чего только что опубликованный проект будет в списке видимости Переходим к шаблону Update Там нужно лишь указать новый GMA-архив Разумеется, его нужно пересоздавать каждый раз, когда вы хотите обновить аддон Внизу можно написать, что нового в вашем апдейте Это может быть интересно людям Затем ставим операцию в очередь и запускаем процесс Все тип-топ! Последний шаблон, который мы еще не разобрали, Extract Здесь все очень просто Выбираем GMA-архив, выбираем папку для распаковки Ставим в очередь, запускаем и получаем контент Вот, собственно, и весь обзор полезной программы Если вы хотите поддержать наш проект, подписывайтесь на канал, на наш Patreon и Boosty А, ну и удачи, тамодачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok